Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, воскресный день. И Святая Церковь предлагает нашему вниманию повествование из Святого Евангелия, где говорится о том, как Господь исцелил бесноватого юношу. Спаситель преобразился на горе Фавор и показал своим ученикам славу, насколько они могли вместить в себе славу Божества. Ученики под большим впечатлением того, что они видели. Они видели блистание, красоту, величие и славу Божественной природы. И они возвращались с горы Фаворской. И когда они спустились вниз, то там их ожидали люди. И когда Спаситель подошел к людям, один человек вышел из толпы, уклонился Спасителю в ноги и просил его, Господи, исцели моего Сына, помилуй меня, потому что Сын Мой в Новолунии обеснуется и жестоко страдает, ибо часто бросает его в огонь и часто в воду. Я приводил своего Сына к Твоим ученикам, но они не могли исцелить его. Спаситель говорит этому человеку, «О роде неверный и развращенный, доколе буду с вами и доколе буду вас терпеть, приведите его сюда, ко мне». И когда привели юношу к Спасителю, Спаситель знал беса, и юноша исцелился. Апостоли, оставшись одни Спасителем, начали спрашивать, «Господи, а почему мы не могли знать этого демона?» А Спаситель им говорит, «По вашему неверию, если бы вы имели веру в зерно горчичное, то есть маленькое, чуть больше маковинки, если бы вы имели такую веру, то вы бы сказали этой горе, перейди отсюда, туда, она перейдет и обратно перейдет. И ничего не будет для вас невозможного. А этот род, заключил Спаситель, изгоняется только молитвою и постом». Такую евангельскую историю сегодня приводит нашему вниманию Святая Православная Церковь. И тут в этой истории очень много поучительного для нас. Во-первых, есть такие болезни, как лунатики, называются люди. Когда полная фаза луны, то человек начинает там что-то беспокоить, тревожить. И святые отцы говорят, что тут виновата не луна, а демоны, которые всегда действуют под прикрытием чего-то доброго. Они всегда прячутся из-под тяжка, где-то из-под прикрытия они нападают и действуют на человека. Чтобы человек не видел их настоящего образа. И демоны часто используют вот эту фазу перехода луны, когда она в полной мере такой, используют для того, чтобы под этим видом нападать на человека. У человека, мы связаны с природой, у нас в эти какие-то, когда в природе изменения происходят, изменения, погода меняется, лето, зима, осень, весна. У нас тоже какие-то внутренние изменения есть в организме. Мы связаны с природой. И демоны используют это и нападают на человека, конечно, с Божьего позволения. И человеку создают видимость, что будто он страдает от луны, а на самом деле он страдает от демона, который под прикрытием полнолуния, под прикрытием стихии нападает на человека. И демонская сила прогоняется верой. Господь сказал апостолам, что по неверию вашему вы не могли изгнать этого демона. Но апостолы имели веру. Они подходили, спросили, говорили, что ты Христос, Сын Бога, жива. А о какой вере речь идет? Речь идет не о вере ума, а о вере сердца. Вера ума рождается от слышания Слова Божия, а вера сердца рождается от исполнения Слова Божьего. От того, что мы живем по заповедям Божьим. В апостолах еще не было такой великой опытной веры от жизни по закону Божьему, чтобы и знать это в бесах. И Господь дальше говорит, что демоны заняются только молитвой и постом. То есть, молитва и пост, они помогают человеку в исполнении заповедей Божьей. Это два крыла, которым человек взлетает, поднимается, парит над земным, временным. И поэтому, если человек хочет иметь в себе крепкую, сердечную веру, то мы должны жить по евангельским заповедям и с помощью молитвы и поста исполнять эти заповеди. Молитва и пост помогают нам исполнять Божий закон. И тогда у нас появляется сильная вера. Такая вера, которая может, если нужно, не просто для шоу, а просто необходимо переставить одну гору с одного места на другое, то вера это делает. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы старались молиться, поститься и свою жизнь образовывать по божественным священным законам. Тогда у нас будет возрастать вера нашего сердца. Мы будем возрастать по знанию Бога. Потому что вера в сердце это уже знание Бога, это не есть вера такая, которая слепая, не видит, верит, но не видит. Вера в сердце это уже верит и видит. Видит Бога. Господь сказал, блажение чистее сердце в Екатии Бога узнят. Чтобы мы возрастали, очищали свое сердце. Чтобы мы возрастали в своей опытной, сердечной вере. И чтобы мы могли преодолевать с Божьей благословением, с Божьей благодатью, все трудности этой жизни, которые мы будем встречать и встречаем, эта жизнь такая, что везде есть сложности и трудности. Они даются нам, Богом попускается. Чтобы мы в этих трудностях проявляли свою верность Богу, свою любовь Богу и свое благочестие. И тогда, Господи, в будущем веке сподоби нас вечной жизни в Христе Иисусе Господе нашим, которому от нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь. Чтобы завжди быть в курсе подій церковного життя, подписывайтесь на канал Украинской Православной Церкви в YouTube и натискайте на дзвіночок, чтобы первыми узнать о выходе новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok